Салют, чуваки, с вами Кит и сегодня мы с вами рассмотрим все сферы заработка в Mountain Blade 2 Bannerlord. Спустя 9 месяцев после релиза, думаю, самое время сделать такой видосик, особенно учитывая, что многое у нас здесь переколбасилось. И чтобы получить максимально достоверные данные, я начал новую кампанию и пошел исследовать все доступные на данный момент способы заработка денег. Что ж, погнали! Мастерские сразу после выхода данной игры вызвали у многих игроков недоумение, потому как за каких-то 12-15 тысяч динар можно было получать по несколько тысяч монет ежедневно, что делало их сверхприбыльными и крайне несбалансированными по сравнению со всей остальной игрой. Сейчас же мастерские лишь блеклая тень самих себя, цен на покупку мастерских остались на том же уровне. Но вот прибыль уменьшили в несколько раз и теперь самый большой доход в день, который можно получить с одной мастерской, составляет примерно 400-500 монет. И это при условии, что ты грамотно построил предприятие, исходя из процветания города, ресурсов, получаемых из ближайших деревень, вкачал неплохо так навык управляющего, хотя, как мы видим, даже учет всех этих факторов не может гарантировать успех. Если эти копейки, конечно, вообще можно назвать успехом. Но если когда-нибудь мастерским, конечно, вернут былое величие, то можете посмотреть мой гайд по мастерским, подсказка будет в правом верхнем углу, чтобы знать, где и как их ставить, чтобы получать максимальную прибыль. Караваны сейчас и вовсе в плачевном положении. Мною было нанято 5 спутников, исключительно для сопровождения караванов, и для чистоты эксперимента я не смотрел на таланты спутников, их черты характера, культуру, процветание города, в котором стартовал караван. Также я ускорил в 10 раз скорость прокачки навыков для спутников, исключительно для того, чтобы проверить, будут ли мои спутники прокачивать торговлю, и если да, то как она скажется на прибыли. Если честно, такого результата я вообще не ожидал. У всех моих спутников изначально навык торговли не превышал и 5 уровня. А вот на данный момент у 4 из 5 спутников он перевалил за 100 уровень. Но при всем при этом, в самом начале эти 5 караванов суммарно приносили мне порядка 2000 динар. А сейчас эта сумма лишь изредка переваливает за 500 динар в сутки. Мне искренне непонятно, как увеличение навыка торговли уменьшает количество получаемой прибыли. Особенно учитывая тот факт, что работает 90% навыков торговли у моего персонажа, торговля вкачана на максимум, и взята несколько перков, дающих бонусы караванам, никаких войн вообще не велось. Единственное, что я могу сказать в данный момент, это какого черта сейчас происходит с караванами. С поселениями дела обстоят примерно так же, как и с караванами. Сразу после получения поселения в свое распоряжение, оно приносит весьма неплохой доход. Но с течением времени доход падает, даже несмотря на навыки распорядителя у главного героя и губернатора поселения. Также все поселения были получены через бартер, королевство не создавало, соответственно никаких войн не велось. Но прибыль падала с каждым игровым месяцем, и вот данный момент я немножечко недопонял. Может и я что-то сделал не так, так что думаю в комментах мне кто-нибудь сможет это все объяснить. Кузнечное дело не теряет своей актуальности даже сейчас, спустя почти год с момента релиза игры. Что весьма странно, ведь заработок на этой профессии был самым имбалансным, и вовсе не подвергался каким-либо правкам в отличие от остальных аспектов заработка. Единственное, что сдерживает кузнечное дело хоть в каких-то рамках, это так называемая кузнечная выносливость, из-за которой приходится тратить много времени на прокачку этого навыка. Но благодаря мододелам и этот неприятный момент можно убрать, вкачав кузнечное дело до сотого уровня за каких-то полчаса, и спокойно крафтить себе метательные копья, дворучные мечи, палки и прочую фигню, которая приносит очень много денег, но об этом в принципе в гайде в правом верхнем углу. В патче 1.5.6 появилась весьма интересная возможность, теперь можно подыскать пару своим детям, а также братьям и сестрам. Видимо разработчики тоже залипли в Crusader Kings 3. И это стало весьма неплохой возможностью для заработка, если ты конечно выдаешь замуж женских персонажей, то есть дочерей и сестер. Если подобрать для них достойную пару, то порой на одном браке можно выручить от 100 до 500 тысяч динар, что весьма достойная сумма, которая позволит безбедно существовать далеко не один десяток часов. Торговля все так же приносит стабильный доход по началу игры, особенно эффективно можно фармить вкачав первые таланты, которые начинают показывать средние цены по Кальраде на различные товары, а также собирая торговые слухи у городских жителей и караванщиков. Но увы, как и на первых патчах, торговля хороша лишь на самой ранней стадии игры. Далее ее ценность как источника фарма денег неумолимо падает. Единственной причиной продолжать торговать остается прокачивание навыка торговли до 300, чтобы получить талант у всего есть цена, которая может позволять вам покупать у лидеров кланов их города и замки с помощью бартера. Это весьма полезный навык, учитывая как легко сейчас можно заработать миллионы. Если подводить итог, то можно смело сказать, что экономика все еще в довольно-таки плащевном состоянии. Мастерские караваны, которые должны стабильно приносить доход, еле как могут себя окупить. О хорошей прибыли тут и речи не идет. Сейчас достаточно погонять в самом начале немножко по турнирам, сколотить 10 тысяч и идти качать кузнечку, или же бегать по сюжетным квестам, ждать когда появится задание на спасение брата и сестры, после чего успешно сбагрить в жены сестричку и на вручные деньги веселиться до конца своих дней. Конечно все еще остается надежда, хоть и небольшая, что разрабы наконец-то всерьез возьмутся за экономику и принесут здравый баланс, но пока это всего лишь мои влажные мечты. Если я забыл упомянуть о чем-то важном, то конечно же пишите в комментарии, я всегда буду рад. А у меня на этом все, с вами был Кит и всем пока!